Для того, чтобы взвесить воздух, мы воспользуемся прежде всего электронными весами. Электронные весы дают возможность определять массу тела, находить массу тела с точностью до миллиграммов. Прежде всего проверим правильность работы весов. Для этого мы на чашку весов установим гирю-эталон массой 200 граммов. Обратите внимание на показания весов. Вы видите на весах число 200. После числа 200 вы видите точку. Первый разряд после точки это сотни миллиграммов. Второй разряд десятки миллиграммов. И последний разряд это единицы миллиграммов. 200 граммов масса эталона. Снимем эталон. И установим на чашечку весов деревянную подставку, которая нам понадобится для того, чтобы затем установить стеклянную колбу. Поскольку масса подставки нас не интересует, мы приведем показания весов к нулю. Теперь я устанавливаю на чашечку стеклянную колбу с открытым краном. Колба сейчас заполнена воздухом. И показания весов дают нам сейчас массу колбы вместе с заполняющим ее воздухом. Вы видите, что эта масса, М1, равна 104,510 грамма. Запишите себе это число. 104,510. Нам нужно откачать воздух из колбы. Для этого я надеваю на трубку резиновый шланг, который через манометр соединен с насосом. Манометр сейчас стоит на нуле. Сейчас давление в колбе равно атмосферному. В процессе откачки стрелка манометра будет идти к противоположному краю шкалы. Включим насос. Вы видите, откачка идет довольно быстро. Дело в том, что объем колбы невелик. Объем колбы был предварительно установлен. Он составляет 316 кубических сантиметров. Запишите себе это число тоже. 316 кубических сантиметров. Ну, еще некоторое время будем проводить откачку. Но можно считать, что практически мы воздух из колбы откачали. Теперь я снова закрываю кран, ведущий в колбу. Выключаю насос. И снимаю шланг. Установив вновь колбу на весы. И оценим новую массу, М2. Новая масса колбы без воздуха составила 104,150 грамма. М2. 104,150 грамма. Проверим начальную массу М1. Для этого я открою кран и впущу в колбу воздух. И снова устанавливаю колбу на весы. Ну, вы помните, что М1 было у нас 104,510 грамма. Вот это число вновь. Итак, М1, 104,510 грамма. М2, 104,150 грамма. И объем колбы 316 кубических сантиметров. Таким образом, мы, вычтя из М1, М2, найдем массу откачанного воздуха, а разделив на объем, найдем плотность воздуха. На экране вы видите формулу, с помощью которой мы можем определить плотность воздуха. Ро – это плотность воздуха. М1 – масса колбы до откачки. М2 – масса колбы после откачки. Разность М1-М2 – это масса откачанного из колбы воздуха. АВ – объем колбы. Расчеты показывают, что плотность воздуха составляет 114,00 грамма на сантиметр кубичный. У вас в учебнике приведено в таблице цифра число 129,00 грамма на кубический сантиметр. Однако, следует помнить, что табличное значение дается для воздуха при нуле градусов Цельсия. Чем выше температура, тем плотность воздуха меньше. Мы измеряли плотность воздуха при комнатной температуре примерно 25 градусов Цельсия, и поэтому полученный результат следует считать вполне удовлетворенным.